Друзья, всем доброе-доброе утречко. С вами, как всегда, Алексей Крылов. Я нахожусь в Таиланде. Город Паттайя. У нас начинается новый прекрасный день. Погодка сегодня отличная. Вообще, ноябрь месяц, я смотрю, в Таиланде очень классный. Потому что в октябре лили дожди. Дожди были каждый день. А сейчас погода нормализовалась. И сказали, теперь погода будет хорошая на долгое-долгое время. Ну что, сегодня грандиозное событие. У меня сегодня день варенья. Сейчас зайду в офис компании Royal Property. Я в предыдущем видео показывал, что сейчас стартует новый проект. Узнаю, есть ли уже какие-то цены, либо планировки квартир. Потому что сейчас можно купить квартиру на преселе. Но это я чисто для себя смотрю. Вот. Многие верят, многие не верят. Вот. Честно сказать, ну, там, кто не верит, там, разные комментарии пишут. Время покажет. Вот. Поэтому сейчас зайду, узнаю. И, ну, если вдруг что-то будет, я вам обязательно это дело покажу. Ну, мне кажется, сегодня вряд ли будет еще какая-то информация. Но уже сказали с дня на день. Кстати, у компании появился новый логотип. Это старый. А новый логотип, я думаю, многие уже видели. Напишите, как вам. Хороший или предыдущий был лучше? Меня задарили подарками. Я сейчас покажу. Я не знаю, я просто в шоке был от того, что мне подарили. Давайте первое. Смотрите, сейчас одной рукой неудобно доставать. Так. Вот такой вот дрон с очками. Я вообще не знаю, как этим пользоваться. В общем, у меня предстоит большая работа. Буду это все изучать. Но штука очень классная. Вот. Следующая. Экшн-камера. Инста 360. Про 2. Вот. Буду тестировать эту камеру. Я даже, честно сказать, короче, я немного в шоке от этих подарков. Я прям вообще не ожидал. Дальше. Бокс для камеры. Затем карта памяти. Штатив для камеры. И так, тут у нас что? Это крепление. И сумка для камеры. Вот такие у меня подарки. Честно сказать, я прям, ну, не знаю. Короче. Даже не знаю, что сказать. Хочу сказать огромное спасибо за эти подарки. Я просто не ожидал. Теперь у меня будет много съемок с высоты птичьего полета. Так, поговорил в офисе, сказали, вот сейчас дня на день будет вся информация. Я сейчас приехал к терминалу 21. Смотрите, что самое интересное. Сегодня у нас 11 ноября. И поставили новогоднюю елку. Уже стоит, представляете? Причем ее поставили с такой моментальной скоростью. Я помню, знаете, когда обычно ставят елки, там, их неделями ставят. А здесь просто как-то вот вроде бы ее не было. И тут она появилась. Ни с того, ни с сего. Вроде бы, кажется, еще вообще рано ставить елку. Ну, как бы, заранее, видите, готовится к празднику. Заходим в торговый центр. Так, я тут встречусь с родителями. Они где-то наверху. Сейчас мне нужно будет их найти. И сейчас, кстати, 11.11, везде распродажи. Большие скидки везде. Так, решили мы зайти в буфет. Я спросил у девушки, как это работает. Она мне сразу инструкцию дала. Вот, смотрите, на русском языке. 399 бат за одного человека. Все, что вы можете съесть, включает в себе безалкогольные напитки, суши, креветки, темпура, мороженое, фрукты. Каждый раунд 1 час и 30 минут. Так, все, мы зашли в заведение. В принципе, система очень простая. Перед вами ставят горшок. И все, что тут катается на столе, вы бросаете в этот горшок, и оно варится. И вы это идите. Такая система тут. Смотрите, в стоимость еще входят суши. Есть с креветками. Есть с сумцом, я так понял, какие-то. С лососем. С огурцом. Тоже какая-то рыба здесь, не знаю. Крабы и палочки. Деликатес. Короче, вот такое большое разнообразие. Плюс, смотрите, еще есть вот такие креветки в кляре. Потом суши. Еще какие-то креветки. Это местные, скажем так, вареники. Рыба. Всякие соусы. И также еще входят, смотрите. Фрукты. И не знаю, это уже такие салатики. Все, буду себе уже что-то брать. Так, это вроде бы у нас курица. Это у нас говядина. Или чисто, наверное, говядину возьму. Так, два. И три. Все, и это все бросаем в чашу. Да, и вот так оно готовится. Три-пять минут, и оно будет готово. Еще можно зелени бросить. Короче, вот можно брать вот такую тарелку. Сразу сюда высыпать. Я просто видел, как тайцы едят. Они все кучу набрасывают и потом едят. Дальше. Вроде бы все бросил. Еще можно бросить немножко пекинской капусты. Так, мой суп варится. Еще можно добавлять чесночок и красный перец. Точнее, вот такой зеленый острый перец. Сюда я бросил ложку того, ложку того. Ну что, мы прям так конкретненько объелись. Сейчас хочу немного походить по магазинам, посмотреть, что скидки здесь есть и так быстренько пробежаться, посмотреть, что почем. У меня просто и тапки резиновые уже стерлись, надо новую брать. Думал, в магазин Крок зайду и, короче, посмотрю себе пару вещей. Я особо не люблю ходить по магазинам, но сегодня, думаю, надо что-нибудь посмотреть. Так, походил по магазинам, но как-то выбора, честно сказать, не особо много. Вот заходил в магазин Крокс. Здесь, на самом деле, прям нужны резиновые тапки, поэтому без них тут вообще никак. Думаю, хоть какие-то надо взять себе будет, чтобы под все еще подходили. Так, меряем такую обувь. Ну, это чисто так вот по деревне ходить. Лакост. Так, я тут провожу экскурсию по комплексу. Это чисто зона посидеть, поговорить. В общем, огромная зона для гостей. Я этот комплекс уже снимал. Я уже не буду его подробно сейчас показывать. Просто вот показываю, что тут есть. И тут бассейн еще на крыше. Ну, тут получается в здании три бассейна. Один еще внизу есть. Короче, всего получается четыре бассейна тут у нас. Так, что-то тут ремонтируют. А, плитку меняют. Сегодня у нас ветерок наверху. У нас тут на крыше спортзал. Вот люди занимаются. У нас тут два спортзала. Как вообще комплекс вам? Отличный комплекс. Я просто сравниваю с остальным городом. Тут у нас такого даже и близко нет. Спортзал. Ну, и там много еще тренажеров дальше. Ну, вы жили, получается, в этой Копакабане и вот этот комплекс. Где вам больше понравилось? И там очень интересно. Да? И... Ну, тут более... Ну, тут людей вообще нет по сравнению с Копакабаной. Там получается 1600 квартир, а здесь 1000. Ну, здесь как-то все грамотно сделано. Получается, ты вообще тут людей не видишь. Да. А в Копакабане там много людей, да, было? Да. Вот иногда проблема с лифтами там есть. Здесь вообще полная свобода. Рассрочка на покупку квартиры в новостройке 0%. Низкая налоговая ставка. Тропический климат и потрясающая природа. Инвестируйте в недвижимость Таиланда с Royal Property Royal Property Royal Property точка Про Ну что, давайте буду делать распаковочку. Мне на самом деле очень интересно этой штукой попользоваться. Посмотрел видеообзор на Ютубе. Люди просто говорят особенно, ну вот, очень классно управлять этим дроном, особенно, когда еще есть вот такие вот очки. Это вообще прям... Я даже немножко так. Вначале нужно отсканировать код. Все, отсканировал здесь видеоинструкция, как пользоваться этой штукой. Ну, пишет, первое, что нужно сделать, это поставить вот это дело на зарядку. На самом деле он такой маленький. Я думал, он будет побольше. Очень маленький. Смотрите, моя рука. У меня рука больше, чем вот этот дрон. Так. Давайте будем открывать и ставить на зарядку. Достал все, что было в упаковке. Посмотрите, насколько маленький дрон и какие здоровые вот эти очки. Ну, сказали, вот это вообще очень крутая штука. Это, наверное, самое крутое, что есть. Получается, ты управляешь дроном, одеваешь очки, и ты видишь, скажем, глазами птицы. Вот так, если простым языком говорить. Так, ну что, ставлю это все дело заряжаться и надеюсь, сегодня я даже пойду и поснимаю. Ладно, пока дрон заряжается, давайте буду приступать к распаковке камеры. У меня, получается, есть десятая гупрошка, но она уже в таком состоянии плачевном, я ее отдал Даше, говорю, снимай, тренируйся, она там снимает постоянно видео какие-то на эту камеру. Вот, а у меня, в принципе, экшн-камеры не было, но я вам скажу, она необходима. Так, давайте буду разбираться с этой. На самом деле, короче, выглядит очень круто, знаете, самое главное, что здесь вот такой вот большой микрофон, который находится спереди, потому что большая проблема иногда со звуком. Я вот на гупрошку снимал, но это прям вообще я честно сказать про эту камеру даже, ну, как бы, я даже никогда не смотрел в эту сторону, ну, в сторону таких камер, но с виду она очень классная. Ну, что, разобрался с камерой, ну, единственное, тут она у меня моргает, а, вот так не моргает, да, получается, ну, кстати, очень прикольная штука, вот так выдвигается экран, и чем классные экшн-камеры, тем, что ты становишься в кадре поменьше, и видно, хорошо задний фон, потому что на телефон снимаю, очень крупно лицо он показывает, и заднего фона вообще не видно, а на камере вот, мне нравится. Ладно, буду это дело тестировать, посмотрим, как она записывает, мне, честно сказать, стало прям очень интересно. Разбирался с дроном, это новые вещи, разбирался с камерой, и поскольку это все новое, чувствуешь, как в голове происходят какие-то процессы, вот, ну, как сказать процессы, потому что, в принципе, ну, в жизни это все стабильно, как бы, там, телефоном стабильно пользуешься, многими вещами, а тут что-то новое, и ты начинаешь в этом разбираться, тем более, новое, ну, знаете, когда, например, новый телефон покупаешь, ты уже знаешь, как им пользоваться, потому что ты пользовался телефонами, а тут дроном я никогда не пользовался, и вот, эта камера тоже такая необычная, поэтому нужно вот поразбираться, ну, что, полностью разобрался, вот так это теперь дело выглядит, пойду снимать, все, вышел я на набережную, буду пробовать запускать дрон, пришел на закате, смотрите, как красиво сегодня, ни единого облачка, солнце садится в воду, о, отличное место, сейчас тут разложусь, получается, есть дрон, есть пульт, есть, ну, я не знаю, как это правильно называется, есть вот такие очки, и надо, чтобы это все вместе как-то сейчас работало, так, параллельно смотрю еще видеоинструкцию, ладно, короче, буду взлетать, буду уже снимать на дрон, надеюсь, он не упадет в море, ничего с ней плохого не случится, ну что, давайте будем делать первый полет, он сам летает, и я, короче, вообще не знаю, что с ним делать, вообще не понимаю, знаете, я как будто из какого-то этого пещерного века пришел, изучаю новые технологии, ладно, буду пробовать еще раз, что-то нажал, он вокруг меня летает, так, если я выставляю руку, он назад прилетает, давай, давай, ко мне назад, все, вообще очень умный, все, чуть-чуть полетал, короче, для меня это прям чудеса, честно сказать, я как бы со стороны, ну понятно, сейчас ничего в этом удивительного нет, но когда ты сам пробуешь управлять этой штукой, конечно, вообще прям, мне кажется, надо было раньше его брать себе, сейчас бы вообще классно летал бы, ну, буду учиться, что делать. Так, отправлюсь, наверное, сейчас на ужин, что-то вкусненькое съем. Ну что, дорогие друзья, в принципе, у нас уже день заканчивается, отправил родителей, в путешествия по Таиланду, они поехали смотреть другой город, там какие-то будут интересные фестивали, вот, ну, они еще сами покатаются, потом опять с ними пересечемся, и они здесь надолго, вот, на самом деле, как бы они планировали приехать на недолгое время, но, я говорю, они первый раз приехали в Паттайю, и я говорю, что здесь можно оставаться надолго, вот, например, по сравнению с другим Таиландом, здесь очень низкие цены в Паттайе, огромные, ну, например, на ту же еду, идешь по улицам, я их водил по разным районам, и выбор еды огромный, например, и цены очень хорошие, и сюда вот именно классно приезжать на такой долгий срок, я говорю, можно приезжать сюда на 4 месяца, ну, не знаю, там, на сколько у вас получается, и стоимость на аренду тут невысокая, ну, например, если снимать однокомнатную квартиру, можно найти по очень хорошим ценам, вот, и, ну, короче, мне показалось здесь очень комфортно, скажем, такая точка отправления для изучения Таиланда, потому что здесь можно покататься по окрестностям, много чего интересного посмотреть, и просто пожить, ну, кому-то нравится здесь, кому-то не нравится, вот так, кто-то каждый день купается, у меня родители каждый день в море здесь купаются, а кто-то говорит, здесь купаться невозможно, вот, даже противно смотреть на это море, иногда такие комментарии пишут, поэтому все люди разные, и мнения у всех разные, ладно, у меня, в принципе, сегодня такой день, со многими пообщался, вот, огромное спасибо за ваши поздравления, за то, что писали в комментариях, под видео, за то, что поздравляли в телеграме, мне очень приятно, вот, ну, не каждому ответил, но, спасибо большое, что хочу сказать, ладно, это было такое коротенькое видео, много всего нового у меня появилось, и, надеюсь, я разберусь с этим дроном, и формат видео даже немножко поменяется, всем огромного счастья, самое главное мира, спасибо, что смотрите, и подписывайтесь на канал, если не подписаны, всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok